Всем большой привет, дорогие друзья, мы приветствуем вас в экстренном выпуске Громоземельного ТВ И сегодня со мной Александр Бочериков-Райгар, он же Саня Трикрита, широко известный в узких кругах комьюнити киллтима И сегодня мы обсуждаем баланс это слейд, он вышел буквально 15 минут назад И сейчас мы будем обсуждать, что же третий квартал 2004 года На слайде опечатка они забыли поменять В общем, третий квартал 2004 года, баланс это слейд, что же он поменял в киллтиме Давай начнем немного издалека, Саша, во-первых, да, привет, Саша, как у тебя вообще дела? Да, привет, да, все отлично, супер, ну так, ну, нормально Ну, настроение немножко, немножко снизилось, да, вот сейчас? Пойдем, дойдем, да? Дойдем, дойдем Давай начнем немного издалека, вообще, какие были ожидания? Что вы вообще ждали от этого дата слайда? Ты у меня спрашиваешь? Ну да, да, да Ну, я, как игрок на клинках Хейна, конечно, ожидал небольшой такой, короче, балансный Ну, такие правки, не знаю, quality of life правки небольшие Чтобы команду догнать до 50, там, 1% условного говенрейта И было приятно не играть в целом Вот, ну и, конечно, я ожидал, что весь, там, ЭЦ и ДТР подтянут То есть, и арбитров всяких, включая, может быть, как-то культ или баланс, интересно, и косаркинов Ну, короче, вот это все я ждал Вот, но... А, ну и нерв, естественно, нерв, нерв козлов, нерв пасфайдеров, возможно, инквизиции и орков еще Вот что я ждал, по крайней мере Слушай, ну да, я бы, я тоже ждал такого Захода с двух сторон То есть, мне хотелось, чтобы сильно ударили по тем, кто в эстере И сильно ударили тем, кто в самом низу находится И, в целом, мы, наверное, что-то вроде этого получили Но, как будто, такой небольшой спойлер Хотелось бы больше Вот, хотелось бы больше В смысле, по количеству именно изменений То есть, по качеству изменений мы сейчас до них до всех дойдем И все будем обсуждать друг за другом Но, в целом, да, я с Сашей согласен Эти вот все, что вокруг 50%, типа, знаешь, там, 52-48 винрейта Очень сложно понять, как это все можно нервать или бафать так, чтобы это в итоге сильно не сломать Потому что, на самом деле, в Kill Team было уже... Было несколько вообще инстанций того, что перебафали команду То есть, например, самое такое, наверное, популярное — это баф орков, который им вообще был не нужен, да? Когда им его сделали И потом был еще такой баф Хантер Клейда, жесткий После их выхода Который команду тоже запулил в топ-S-тир, когда у вас было на столе Пять жестких Сикарианов и еще шесть обычных вангардов или рейнджеров Это была суперсильная сборка, вот Так что перебафы у нас уже были, видимо, поэтому, мне кажется, ГВ взяла более такой медленный подход То есть, нет каких-то радикальных... Я считаю, что со страйдерами была похожая история Да, да Ну, и тоже очень быстро оказались в стиге, и буквально в следующем дата-слейте их супер понерфили потом Да, со страйдерами, кстати, вообще, да, тоже весело было, потому что их бафнули, нерфнули, бафнули, нерфнули, бафнули Что-то такое было с ним Вот Ну, давайте уже перейдем конкретно к изменениям и их обсуждению Первая страничка, ничего не поменялось, все то же самое у нас, изменений никаких нет Ой-ой-ой, что-то я далеко ушел Далее у нас Season 1, тут тоже без изменений, к сожалению, не видим никаких звездочек у командусов А хотелось бы, а хотелось бы Но, видимо, ГВ считает, что орки сейчас нормальные И в целом, знаешь, на самом деле, последние месяцы как будто я не чувствую какого-то животного страха, когда попадаюсь на них Как будто Ну, да Что думаешь? Я согласен, но потому что ты, наверное, не играешь на командах, там, C и D тира, понимаешь Мы не должны забывать, что есть люди, которые зачем-то играют на командах, которые ниже S тира находятся Ну, ты думаешь, такие есть? Ну, я слышал слухи, но я, как бы, я лично не встречался с такими, да Да, не знаю, таких не знаю, по крайней мере Ну, вот они, наверное, им тяжело играть в команды Не знаю, мне кажется, что бы я сделал, я просто скажу Мне кажется, ну, как мне казалось, нужно сделать групповую активацию Ноба и Грота И это бы очень много решило И было бы просто намного легче играть в целом против команды Именно в плане миссии и вот этого всего Кстати, да, это был бы на самом деле не всегда нерв Это иногда был бы вообще и баф Потому что 2 активации, это в целом круто Но да, минус 1 активация, это бы сильно поменяло их плей И я думаю, что это действительно было бы интересно Но, к сожалению, ничего Первый сезон вообще не поменялся Точнее, первые пару коробок И мы пришли вот к первому серьезному изменению Которое у нас есть Это нерв пасфайндеров Вот, собственно, пасфайндер это опять та же команда Которая перетерпевала вообще американские горки То есть это был сначала топ-топ команда Потом было 2 нерфа Потом был вот в последнем датаслете баф И сейчас снова нерв То есть это 3 нерфа, 1 баф они испытали за всю свою историю В чем же заключается нерв? Во-первых, аналайз рекондрона теперь дает не фул рерол, а 1 рерол И это на самом деле очень сильный нерв этой обилки Потому что она как бы была во всех смыслах офигенной Ну и плей того, что вы рекондроном под мантка делаете бесплатный дэш Кого-то стреляете, делаете чейн-активацию И этот второй ваш чел получает фул рерол Это был супер-супер плей на второй ход Который, ну, потенциально минус 2 модель давал оппоненту Даже если он играл за элиту, например Сейчас, конечно же, это на самом деле как будто, знаешь Чисто нерв граната на первый ход Вот такой Потому что граната с фул реролом, летящая к тебе в деплойку Она, ну, стабильно выбивала модель Теперь у вас не фул рерол, а просто баланс по сути на пушке И это гораздо слабее, чем релентлесс Это заслужено, вот Но это не все У нас еще два значительных изменения Второе изменение — это нерв форварда деплоя дрона Если вы берете дрон-контроллера То есть его обилку, вообще дрон-скаут, поменяли Как она теперь работает? Вы сетапите модель не в 6 дюймах от деплойки А в 2 дюймах, извините, а в 4 дюймах от деплойки То есть не сильно далеко, не как раньше На открытом столе А на закрытом столе она вообще поменялась И теперь вы просто должны дроном, который находится полностью в вашей деплойке И в консиле сделать нормал мув и открыть дверь По сути, привели к общему знаменателю со всеми другими такими обилками То есть там с неким гидом командос, ну и так далее И, соответственно, у этого дрона, который так делает Вы не можете менять приказ на первый ход Это прямой нерв альфа-страйка ган-дроном Потому что, во-первых, на открытом столе вы его не можете ставить так далеко, как раньше А на закрытом столе вы вообще не можете его ставить в комнату И потом менять приказ за инфильтрейт Это суперсильный нерв на самом деле Наверное, теперь я бы сказал, что на ИТД вообще будут Не ган-дрону двигать, а скорее рекон-дроном идти вперед И открывать дверь просто Это, конечно, тоже нормально То есть это, по сути, бесплатно открыта дверь Это всегда прикольно, приятно Но с учетом следующего нерфа Это, конечно, все очень сильно ударит по пассфайндерам И, собственно, последний нерв, который им дали Это то, что рекон-свип не может быть использован на первый ход В общем, альфа-страйк пассов понерфили просто в землю Теперь у вас очень немного способов альфа-страйкать за пассов И тот, что есть Ну, это все еще граната, да, может прилететь к вам Типа рекон-дэш за рекон-дрона Мув-дэш кинули гранату Это все еще может произойти Но, во-первых, у вас не будет фулрирола за аналайз А, во-вторых, все ваши остальные модели Стоят у вас в диплоке, потому что рекон-свипа на первый ход не будет Это сильный-сильный нерв Наверное, я бы сказал, что пассы теперь 100% не астир Наверное, где-то середина атира Я бы их туда поставил Просто все-таки сетап первого хода И то, насколько он сильный у пассов Это то, почему они... То есть, короче, пассы очень стеклянные И они очень быстро сыпятся Если вы на первый ход не получаете какого-то преимущества Вы очень быстро начинаете умирать И поэтому я бы сказал, что теперь они точно не астир Против них теперь точно не так токсично играть Как раньше Это правда, да Мне кажется, что действительно проблемный был первый ход Потому что они аутоктизируют почти левую команду Да, если не считать там супер-сформу какую-то Они спокойно там дакинуть тебе гранату с футгеролом Они спокойно там и гандроном полетят Потому что они в целом готовы разменять его там модель И в целом они просто закидывают тебя с кельбой на первый ход И у них все под дэшем И под вторым дэшем заманка, если нужно В общем-то, да Это очень, ну короче, сильный альфа-страйк, мне кажется Ну, в общем, в стрельбу Там любой бомж может тебя убить под маркерами, по сути Вот, сейчас это сложнее реализовывать И команда начнет переживать эти первые ходы А второй ход уже, ну короче, когда пасов начинает чарджить Им уже сложнее намного играть Потому что они просто рассыпаются от любой скельбы Там от пистолетов даже Вот там спейсмаринов, которые подрались Например, поставили с болт пистолета Могут убить его Вот, поэтому действительно Мне кажется, что это хороший нерв В плане, ну короче, снижения токсичности команды Скажем так, на первый ход Вот Я думаю, что заслуженно вполне Да Вот тут я хочу поднять тему Что я бы хотел от ГВН Наверное, я слишком много прошу Вот когда они адресуют вот такие вот очень важные моменты Типа токсичности команды Дайте что-нибудь вместо этого Ну вот, например Ну, тупое Типа бафните граф-дрона, грубо говоря Это, кстати Ну, хороший поинт, я согласен Мне кажется, шилд-дрон, граф-дрон Мне кажется, стоит их бафать Потому что Ну, чтобы просто было больше вариативности Да, чтобы команда по-другому игралась Чтобы был Это было фриколь Психологически лучше То есть вот Человек всю жизнь играет на Pathfinder В детстве любил минки и лор И вот ему приходит, типа, жесткий нерв И несмотря на то, что это может быть заслуженно или нет Просто тишина психологически было бы проще Если бы он мог видеть в конце две строчки Что там, не знаю Граф-дрону бафнули это Пульс-дрону бафнули это И он такой, блин Ну окей Мне убрали это Но я могу хотя бы попробовать теперь в паре игр Ну, что-то новое, что-то другое А, да Я пойду сейчас играть Короче, получу удовольствие от игры То есть что-то новое попробую Что-то интересное Чего я не пробовал никогда до этого Куплю, пойду вторую группу По совшему этих дронов собрать Кстати, да Это вот то же самое, что было с ветеран-гвардией То есть вот они Очень нужные нервы дали Типа демолишера и споттера Ну бафните вы брузера и зилут Они даже говно модели, которые никогда не играют Бафните вы ассеты, блин Ну вот что-нибудь такого рода И мне кажется, что это было бы круто Но как будто это, наверное, слишком много Надо просить от баланс команды Потому что можно ненароком что-нибудь сломать Если вы перебафаете То, что раньше не работало Так что Да, ну можно, конечно Но я не вижу, что вы не переживали Что там что-то они ломают Мне кажется, что не уходят такие команды Ну да Ну короче, пасфайндеры Вопрос с пасфайндерами, мне кажется, сейчас решен И как будто, наверное Ну надо посмотреть, конечно Но с этого момента команде, наверное, ничего не надо менять Вот как будто она У нее была определенная токсичность С ней разобрались Но при этом у вас все еще есть этот рекондрон Который вам вернули в прошлый раз, да? За что спасибо большое, конечно Да Ну и пасфайндеры, они и тогда Еще чуть хуже стали, чем на открытом Ну, ты знаешь, тут спорно Потому что все-таки Мув открытый день Это иногда может быть интересно Хотя, конечно, отсутствие реконсвипа на первый ход Это очень тяжело Ну да Но есть, конечно, карты Где это можно в теории разлетать Хотя, не знаю Ну короче, я думаю, что Да, не факт, что Но если бы граф-дрон бафнули То было бы прикольно Угу Да Он пошел, открывал день Да Кто играет граф-дронами Пишите в комментариях Ноль комментариев Итак Следующий баф, который мы получили Это на самом деле В чем-то ожидаемый логичный баф легионеров Потому что все об этом говорили Что Манипуляция с ростерами и марками Она Плохая у команды И она сильно ее ограничивает То есть, как было раньше Вы в ростере были завязаны Только на марке Которые не конфликтуют друг с другом То есть, это Нургл не может быть с Динчем Корни может быть со Сланышем И, соответственно, вы Ну, метовые сборки Это, естественно, Динч и Нургл И они не могли быть вместе Да, у вас в ростере Это сильно ограничивало то Как вы могли подготовиться К конкретному турниру И сильно ограничивало в целом силу команды Сейчас убрали это требование Вы теперь в ростере Можете иметь разные марки Но на стол у вас все еще сохраняются Ну, все ограничения Но это на самом деле Сильный баф Легов, мне кажется Потому что это реально позволяет вам Строго сетапиться Под определенную команду То есть, вы просто делаете Ваш ростер Динч, Нургл Если вы играете против Милли Орд Вы просто играете Фулл Нургл И Филгоры, Орки, Культ Просто, ну, сосут против вас буквально Потому что они вас не убивают И наоборот Если вы играете против команды с кучей АП Вы резко свободитесь в Улд Динча И резко вам становится хорошо Потому что у вас четвертая Нургл И как будто это закрыло единственную проблему Которая была у этой команды То есть, вот то, что они не могли Не могли, как бы Подготовиться ко всему И сейчас они могут И, блин, на самом деле Не знаю, достаточно ли это для того Чтобы скинуть фобусов С пьедестала самой сильной элиты Может быть и достаточно Но тут нужно посмотреть Ты не думаешь? Мне кажется, что регионеры все еще слабее Чем Немезис Кло Просто потому что Да, потому что регионеры Они... Ну, в них виден Как бы старый Знаешь, как бы старый Вот эта школа, скажем так Создание команд И... А у них есть Клоис инструменты Которых нету регионеров То есть скип активации Который, мне кажется Для элиты Очень-очень важен На самом деле Есть, типа, куча На самом деле Короче Ну, куча крутых плойек Которые защищают От Апсера на кубах Которые защищают Там от каких-то Ну, короче, плохих плеев Вот У легов есть И контрольные И Коперерол Да, как и у Курсара Но это плойка Крутая Плойка, которая защищает От Апсера на кубах Все так Не знаю Мне кажется, что это очень круто И я Супер рад Потому что Это очень душная механика С ростером Но есть проблема Что у регионеров На самом деле Очень много специалистов И По итогу Вы кроме Там Нургла Из Зинча Получается Ничего особо И не возьмете То есть там Если вы хотели Когда-нибудь Сланеж Например, брать То, скорее всего Вы уже не поместитесь Потому что там Очень много специалистов Вот А иногда Сланеж Например, на приколе Смотрелся И мне кажется Просто стоило Убрать вообще Вот эту Ну, вообще, короче Ростер Просто уже давно Пора в курулах Отменить Потому что Это такая Это очень душная Механика Эти ростеров Для некоторых Команд абсолютно без разницы Для некоторых Например, как вот Блейды Кейна Или Легионера Это очень важно И просто не помещаются Модели Ну, короче Мне кажется Это очень странное ограничение Поэтому играйте В гачу лигу Где даже Варковину Не нужно выбирать марки Точнее Буны для сырков Да Вот Варковину Почему-то не сделали Вот этого Мне кажется Тоже стоило Что-то подобное сделать Раз Легионером сделали Ну, как будто Выглядит как логичный Ну, да Баф Может быть Дойду до этого Когда-нибудь их руки Ну, короче Баф Легов Это лайк Это круто Это приятно Это то, о чем мы просили По сути Дальше у нас слайдик С Килтиморхом И тут произошел Никто этого не ждал Никто этого не просил Но ребята Понервили Бладдинов Причем Ну, это Я говорю нерв Но, естественно Это херня То есть Это В 99 играх Из ста ничего не поменяет Ну, просто Огрена привели В категорию Вот этих больших Жирных моделей Которые не получают Ковер от Лайти Рейна Или от оперативников С ландами Меньше 15 Когда это сыграть Да Наверное, никогда Просто, типа Ставьте его за хэвиком И все будет нормально Не, ну, когда это И сыграет Это, знаешь Что там Чарджер за брикадку Встал Ну, просто Я не понимаю Зачем Да, даже если Мы считаем Что Бладдина С-тир С-тир не нерфится Вот так Если Правда считаем Но они по факту Не с-тир Они На самом деле Такой интересный путь У них Они Ну, короче На момент выхода Были супер слабыми Все считали их Мега слабой командой Просто мусором Ноль правок За три года почти И Вот это вот Выходит Забавно Да, то есть На самом деле Бладдины вверх Поднимались Не благодаря их бафам А потому что Все остальное нерфили Просто И они постепенно Становились Ну, типа Вот Это тоже ВТГ, да То есть Ну, когда Ну, нет Менялось Еще под них Как будто Да-да-да Там типа И т.д. Где будет безопасно На первый ход С этапе Ну, короче Про Бладдинов Мы поговорим, наверное В террелисте В ближайшем Отдельно Который надо будет Обновить С учетом Этих правочек И вообще Новая информация Ну, короче Просто, видимо Привели к общему знаменателю Может быть У кого-то было В отделе правок 15 минут И он, грубо говоря Подумал Чем бы заняться Давайте-ка Огрину накинем Вот эту Набилку Как у Халков Как у Патриарха И так далее Окей Дальше у нас Аннуал 22-го года Ноль изменений Все то же самое Гилерпоксы Дансеры Страйдеры Хантер Клейт Вироблэйд Не поменялись Наверное Из-за того, что грустно Это то, что Не поменялись Войт Дансеры Мне кажется, что Разрешить им Бесплатно траверсить Это единственное Что нужно этой команде Чтобы она нормально Снова заиграла Но Типа К сожалению Вот им И буквально Дать вангард Ну, вангард Без плюс мува Ну, вот как Плойка на игнор Двух дюймов Чего-то Дальше Ну, добавно Пауч Вот Дайте им просто Вшито И все Команда реально Будет хорошей Но, к сожалению Нет К сожалению Она все еще Ходит хуже Чем многие модели В игре Что, конечно Супер тупо Но это, конечно Тупая интеракция С тем, что Вы даже дропнуться Бесплатно не можете Это Отстой Это полное Говно Вироблэйд Не потрогали Возможно Факи Обычно Выходят Вместе С Дэта Слейтем Рядом выходят Какие-то Факи Или Раты А, ну хотя Они выходили Это очень недавно Да, они выходили Пару недель назад В общем-то Да Значит ничего не будет Мы все еще Челнат Даже в двух дюймов За четыре Перелазим На Уидансера Тихо-тихо Не будем вырошить Эту тему Вот Дальше Сладик с Варбковидом Который За последнее время Кучу бафов получил Но в этот раз Им не дали ничего Наверное нормально Потому что По личным ощущениям Варбковид в последнее время Очень хорошо играет И даже на Гачи Лиге У нас есть люди Которые Просто Ну типа Сухую выигрывают Оппонентов Этот баф Зангоров Баф Роб Бесплатно Экзолдата Старстас На самом деле Очень сильно поменяло То, как команда Чувствуется И играется на столе Значит наверное Трогать их не надо В ближайшее время Ну Да Но вот это вот Проблема этих команд Которые вот Как бы ощущаются Что вот Чего-то не хватает Вот буквально Чуть-чуть не хватает Но если чуть-чуть добавить То можно перебафить Придется нерфить Двойную работу Можно просто не дрогать Если будет Там не знаю Через год Кому-то что-то еще не понравится То вообще Их уже удалят Поэтому какая разница А ну факт Ротацию Все любят Тихо-тихо Далее наконец-то Переходим к командам Которые удалять не будут Но тут и нет изменений Кстати интересно Что смотри Интерцессоры Написаны в Season 2 Да Да Потому что они вышли отдельно На Архангер Они вышли до Интерцедарка Понимаешь Они вышли за несколько недель До Интерцедарка Но они вышли после Для четвертой коробки После Ануала По-моему Да То есть получается Что если мы Если слухи о ротации верны То получается Интерцессоры Не будут выпилены Что наверное хорошо Потому что Если бы они были выпилены То мы получается Потеряли бы Лего Варпковин Сесоров И фобосов Все уриты Кроме Немезисов Что было бы грустно Наверное Сесоров стоит оставить Просто как Команда маринов Это все-таки Должна быть Наверное В каждой игре По Вархаммеру Дальше у нас Shadow Walls Тут Из изменений Только Минорный нерв Хиротек Серкла Если раньше Они После того Как вставали За аэроанимейшн протокол Получали Д3 плюс 3 Вунды назад То теперь Они получают Д3 плюс 2 Вунды назад Честно говоря Сложно мне представить Как именно До этого нерфа Можно было дойти Да Типа Почему не Д2 плюс 3 Например Надо посмотреть Сколько Living Metal Дает По-моему Две вунды Если не ошибаюсь Правильно Да Соответственно Они встают По сути В Д3 плюс 4 То есть Они в 5 Встают минимум И в целом Они все Кроме там Всяких Ну короче Нераненые В итоге Да Но жирничим Нужно уже кинуть 2 На Д3 Чтобы встать Нераненые А раньше Они все Вставали Абсолютно Нераненые В любом случае Кроме Самого Хриптека Вот Поэтому Теперь Если встает Например Апринтек Или Одиспотек Они могут Встать В 5 Вундах Ну короче Быть ранеными Есть шанс На это Ну Это Я считаю Абсолютно Никак не повлияет На команду Ну В общем Команда Очень сильная Мне кажется Классная И вообще Прикольная И просто Не знаю Опять же Зачем Ну просто Чтобы вот Видимо Так и не считаю Что будет Баланс Окей Да Посмотрим Не думаю Что это Хоть кто-то Заметит На самом деле Ну Это Прятно Что они Это просто Адресит Это Хорошо Далее У нас идет Soul Shackle И долгожданный Баф Ментов Честно говоря Надеялся Что будет Что-то Посильнее Но И то Что есть Уже Неплохо То есть Какие у нас Изменения У нас Terminal Decree Плойка Теперь Сейчас я ее даже открою Так Сейчас Секунду И читаем И френдли Я что-то запутался А Они убрали Просто ограничения По дальности Да Ты можешь Делать Ну короче Гарлесс Оф-дистанс Если шутинг Атака Да Так и почему Первый час То И считаем Френдли Ганнер Это только Что для ганнеров Обрали Ну Дистанцию А Все понял Да То есть Ганнеры Могут получать Рерол Независимо Ну то есть Не находясь Четырех дюймов Спойлер Ганнеров Вы не берете Наверное Так что Ладно Это Отстой Ну хотя бы Dispaint Justice Это Ну может быть Вы начнете брать Если так Короче Не знаю Ну блин Там просто Крака на весь стол На четверке Без приколов Там даже нет Бласт профиля Да Да Все так Ну вебер Мы не рассматриваем Но Dispaint Justice Это значительный баф Потому что Его жмут всегда Чтобы получать Рероллы в хтх На щитах И теперь у вас Не один кубик А одинаковое значение Что Гораздо сильнее На самом деле То есть Это почти В два раза Ну по сути Два реролла Сейчас Часто очень будет Так что Баф Не сказал бы Что значительный Но просто Он есть И это хорошо Можно уже Посмотреть Что там дальше Будет с ментами Но конечно Как будто Я что думал На самом деле У меня в голове Идеальный был Баф Для Exegg Squad Это Дать им Бесплатную Собаку Но обязательно Сделать двунную Активацию С лишь мастером Чтобы у них Было 12 моделей Один с активацией Да Было бы круто Да не знаю Мне кажется Вообще Что мне не нравится Честно говоря В последнее время Как дизайн Датаслайты Они все делают Такими маленькими шагами Что потом Каждая команда По странице Дата стоит И занимает Ну просто Вот изначально Представим Давайте уберем Вот все бафы Ну короче Вот экзакшн склада Просто договорим Что там У них На всех дробивках АП1 Остальное все писать Не нужно То есть мы просто Экономим кучу времени Целый год бафов Например Да Или что подобное То есть мне кажется Что стоит Ну как они сделали Со скаутами Да Ну я поговорю Мне кажется Что их бафы должны быть Они должны быть Такими резкими Потому что Это очень Непонятно Как это будет На самом деле У экзакшн склада Гораздо лучше стата Чем у скаутов Может быть поэтому Они боятся Их перебафать Хотя мне кажется Что экзакшн склад Сложно перебафать В внешнем положении Ну пусть они Три месяца Насладятся Они вот чуть-чуть На низу служили Потом минус пять Оперативников сразу Да нет А потом просто Удалить команду Как бы Все В ротацию Слишком сильно Получилось Да Переходим дальше Гэллофол И тут у нас Два значительных изменения Это Супер баф Харкин селведжеров И Ну ощутимый Но не супер сильный Нерф Селгоров Что же Бафнули селведжером Селведжером Дали всем Оперативникам Мобилку Секюр селведж Когда вы В двух дюймах От объектив маркера И деретесь Ну да Просто вы деретесь Не важно Вы Стартанули Селведжером Селведжером Была единственная проблема Что Да Их тяжело Убить Дальний бой Из-за третьего Цейва Но в ближнем бою Они сыпятся Как любой другой Бомж По сути Ну только Может в ответ С ножа Что-нибудь Дадут Теперь же С вами гораздо Сложнее Разбираться В ближнем бою И вы играете Против орков Влетает вас Чоп Они находят Крита И вы Блин Получаете Семь урона В ответ Наносите Восемь урона Орку И он Блин Еще и умрет Потом Если вы кинете Хорошо Так что Если он еще Под токенами То вы можете Там носить Хоть себе Три хритана Ножа И просто убить Да Учитывая Что он не может То есть он вас С двух тысяч Не убивает А вы С двух критов Убиваете Так что Тут блин Жесть И это не все Тейна Еще отдельно Бафнули И он Один раз За игру Получает Justice Scratch На кубик Урона Который наносит Четыре или больше урона Причем это И на нормал И на крит То есть это Ну тут есть ограничение Почему-то на четыре урона Я не знаю Почему нельзя было Сделать это просто Ну то есть Зачем Именно четыре Наверное потому Что это Форсфилд Это если команда была Понимаешь Не-не Наверное Форсфилд Типа То есть он понимаешь Типа большой только Остановит снаряд Маленький пролетит сквозь него Понимаешь Ну да Это какой-то вообще уже Флав начался Но Тейн под этим Типа Его вообще Его даже Но по чаржит И не убивает Просто в хтх Ну ладно Типа убивает Если находит Все Да Потому что ты парируешь Просто Короче жесть Это Не ладно Но по убивает Все равно Потому что четыре плюс пять Девять будет Так и так Но в том что Это сильнейший баф И то есть Тейна можно спокойно Чаржить Конкретно орка В хтх Любого Кроме Ноба И можно Получить от нуля До трех урона Да И это пофиг Вообще для вас Учитываем что Секюр селвич работает В каждый файт То есть Вы можете несколько раз За ход получить Плюс одну вунду По сути После этого файта Мне кажется Вот это баф Который Очень классный И такого рода баф Я хотел бы видеть На команды Которые в них нуждаются То есть это Сильный Значительный Прикольный И такой Аутентичный То есть это не просто Какой-то Плюс вунда Плюс атака А что-то прикольное Секюр селвич Это такая Ну вот Обилка командная Форсфилд на Тене Тоже звучит очень Эстетично И поэтому Это круто Мне кажется Селвичерам Именно этого не хватало И теперь Надеюсь что Нрэйш Оксиджен Снова пересядет С орков на них И у нас будет Меньше орков Реально Не знаю Ну короче Кстати Ноб все-таки Не убивает Потому что Ноба 4 атаки Насколько я помню Да То есть Он находится И 4 Это 2 паришь ему Потому что там ПВ х на лидере 2 паришь Он 2 вносит Но ты 1 игноришь И ты не умираешь никак Вот А второй еще и понизил И вообще Получил 4 урона И в 5 стоишь А да еще и не ранен И в ответ ему еще Насылал Охереть Да Ну короче Ну в общем Единственная проблема Как будто Может показаться Что если находят криты То вас все равно убивают Но учитывая Что сейчас Учеб там По 3 атаки Да Становится Ну короче Куторых грипп На 3 кубах Найти криты сложнее Да и на 4 Ну короче Понимаете Что нужно Ну короче Игроку Норку Нужно принять решение Что он чарджет И он должен понимать Что если он не найдет Сейчас крит То он может умереть Просто в ответ И Ну короче Он как бы подумает Несколько раз Возможно Ну уже сейчас Да Ну хочет ли он чарджить Или хочет пострелять Может быть лучше В общем да И на самом деле Много других матчапок Где у вас есть Типа тоже Такие же ситуации Много профиля 4-4 например У тех же козлов У козлов очень много Да То есть Да Вот у того же Брутбразеров Тоже есть этот Агитатор 4-4 Который уже не убивает Он типа убивал 90% убивает Да Любого гнова Кроме лидера Офигеть Ну теперь нет И это супер классно На самом деле Супер круто Да да Мне кажется Это вообще подходит Под команду В целом Под их плейстайл Что они стоят Терпят просто Вот И да Они до сих пор Там плохо доходят До точек И все такое Но Это такое Как бы Ну короче В этом задумка Команды То есть мне кажется Это не стоит Потому что Иначе Тогда команда Потеряет свою Скажем так Ну тут фишку Которая заключается С ограничениями Как бы по сути Но все равно Это как бы заставляет Играть по-другому Совсем Если бы у них Был шестой мув Но это была бы Обычная команда Десять пацанов Типа шестой мувом И что Типа вот Еще их к этим сейвам Да и на самом деле Это было бы Жирно Потому что Третий сейв Демидж негейшн И шестой мув Ну типа А где минусы вообще Куча Куча АП пушек Офигенные Хорошие плойки Типа третий баллистик Если вы в шести стреляете Ну в общем да Мне кажется Селеджер сейчас Реально Может быть Середина Тира команды То есть Я реально понимаю Что многим станет Сложно играть Против этого И Если вы сможете Научиться играть В таком вот В ритме того Что у вас пятый мув И вы просто начнете Лучше считать Что вы доходите До Обжективов И вторичек То я думаю Что у вас будет Все супер круто Да Да Согласен Еще может быть Мы еще не видели Новый сезон Возможно Новый сезон Это переработает Механику Точек Обжективов Что-нибудь другое Может быть Тоже Как только будет Ну кроме Мини-бав И они там Загирают Новыми красками Ну да Поэтому Не стоит забывать Про это Короче Дальше у нас Идет Нерф Филгоре Реведжеров Какой по счету Я уже не знаю Но как будто Мне кажется Этого все равно Будет недостаточно Потому что он Ну не Он нормальный Давай так Флюксбрейм Манглер и вандал Теряют релентлесс Получают сизлесс Это хорошо То есть это Потому что Блин Иметь Фулл реролл На всю команду Да Ну типа Заплойку И еще иметь Три модели У которых релентлесс Есть Это жесть Ну то есть это Вы просто никогда В жизни не кидаете Плохо по сути Раньше на этой команде Всегда когда вам нужно было Вы кидаете хорошо Надо учитывать Что этот релентлесс Работал еще круче С фрэнди Потому что вы Во фрэнди вы раненый У вас хуже становится Вэпон скил Но такого с релентлесс Все равно находите Сколько вам надо Там три успеха Чтобы убить Любого чела Теперь же Сизлесс Это гораздо менее Сильная вещь Особенно Когда вы раненый На четверке делетесь То есть Сизлесс на 4 плюс На самом деле Чуть хуже в стату Чем баланс На секунду Тут еще даже Не то что раненый Я помню что У манглера и вандала По базе четвертый Вэпон скил Поэтому Они вообще раненые На 5 градусов Да Поэтому для них Это было очень важно Релентлесс иметь А сейчас они Когда во фрэнди Там Герол колов На 5 плюс Ну Удача как бы Найти что-то Да Да Ведь еще прикол в том Что Манглер еще 2 кубика Вносил Если он крит находит А на релентлессе Крит было находить Гораздо проще Да Это конечно Это ощутимая вещь Далее Манглеру Убрали 1 вунду Довели их до 10 Тоже я вообще Не понимаю Почему у них Было 11 вунд Ну типа ветераны Знаешь Ну короче В каждой команде Такой ветеран Есть Но это Жесть конечно Потому что Их даже ПВшками не убить было Это Супер Больно было В итоге кстати Из интересного Получается Токсхорн еще Да С 11 вундами Остался А нет У него 10 вунд Нет У него 10 У него фанапэп Да Получается 11 вунд Ни у кого не осталось Кроме лидера Да Все Ну команду привели Хотя бы в этом смысле В нормальный вид И последний нерв Который они получили Это нерв Рекласс Детерминейшн То есть Раньше Теплойка позволяла вам Дополнительный кубик Ставить Когда вас стреляют И вы Не рэди Это было очень сильно Особенно на первый ход То есть По сути Ваш пятый сейв Становился Ну типа Лучше чем Четвертый В стату А сейчас же Вы получаете Только его Если вы Не рэди И не в ковре То есть Вы не можете Два поставить Грубо говоря Если вы стоите В ковре И не рэди Вы не ставите Второй Это было просто Жесть Конечно Это все очень-очень сильно Все очень-очень сильно Но Хотя бы такой нерв Это уже нормально Ну конечно Первые два пункта Гораздо важнее То что Важные модели Критичные Которые Выносят по Спейсмаринам Грубо говоря В активацию Потеряли Релентлесс И Гнарскал с Магдами Потеряли одну вунду Что сильно позволит Их лучше убивать Потому что действительно Один с вунд Это очень странное место Которое Очень многие профили Не могут убить Просто с одного Ну то есть он остается В одной вунде Очень часто И это тупо Потому что Его потом добиваешь И он еще и в фрэнде остается Вот Да Мне кажется Еще по поводу Вот этой плойки Мне кажется Раньше Что было проблемно Например Что кранграната Просто не убивала Козла никогда Ноль шансов убить Вы ставите два куба И вы живете А крака Ну это по сути Один из многих инструментов У многих команд Которые есть Чтобы что-то сделать С козлами на первый ход Потому что они И сейчас можно Убить его в теории Но теперь ждем Козлов Которые играют Через остояние В голом поле Потому что Им без разницы Не ладно Тогда мне просто стрелять будут Ну ладно Ну да Так что Нерв окей Но как будто Мне кажется Что надо будет Еще что-нибудь им сделать Ну вот Самое главное Что мне кажется Нужно им сделать Это позволить им Умирать во вторую стрельбу Вот типа Не требовать крита Потому что Ну это такая редкая вещь Вы еще можете Отсейвить его просто Да Ну типа На трех кубах На пять плюс Просто Чтобы они умирали Когда им вносится урон В дальний бой После того Как они френтились Вот и все Слушай на самом деле Это проблема в том Что например Какие-то мили команды В них тоже стопятся То есть мили команды Особо не стреляют Но просто мне кажется Что что это сделать Чтобы они не юзали Свои способности Когда они френзи Потому что токскворн Который Ну короче Во френзи Кидает свою гранату Это Я вообще не понимаю Это очень странно Действительно Да На три плюс Минус один АПЛ В радиусе Диаметра 4 Убил его И то есть У тебя буквально Нет шансов его убить Так чтобы он не кинул Свою эту гранату Которая очень мощно Сломать всю игру тебе Да Короче Ждем дальнейших нерфов Наверное Но Чуть стало проще Грать по Филгоров Это За это лайк большой Идем дальше У нас Хаос культы Агенты Ничего тут не поменялось Я наверное Расстроен Что не нерфанули Инквизицию Напрашивается Прям напрашивается Нерф Чтобы Дали минус одного Оперативника Бричерам Потому что сейчас Бричер это автопик И нет никакого Абсолютно никакого Смысла Брать хоть что-либо Другое Вообще нет Даже смысла Задумываться об этом И Ну потому что Бричер они просто Сильнее всего У них лучше всего Оперативники У них есть гренадер Ни у какого Другого усилия Нет такого сочетания Плюсов И хоть Есть люди Которые пытаются Придумать Ситуации Когда можно Что-то другое Там Косарки На ветеран-гвардии Но В конце концов Все игроки На инквизиции Приходят к тому Что они играют Просто бричеры Всегда Вот и все Факт Мне кажется Что вообще Если бы им было не лень Можно сделать Было бы Ну короче Внутренний ребаланс Всех вот этих агентов И возможно Там апнуть Ну короче Сестер немножко апнуть Например Тишины Косаркинов Как-нибудь тоже Ну короче Поднять Внутри Например Или что-то подобное Вот Ну мне кажется Действительно Если бричерам Бричерам Убрали бы Оперативник Хотя бы Мозги бы заработали Люди Ну короче Люди Мы начали Что-то придумывать Другое И это было бы интересно Ну в том числе И игроков на инквизиции Потому что сейчас У них буквально Нет смысла это делать А так бы Они хотя бы подумали Поиграли Какими-то новыми составами Например Да Это жаль Это мне кажется Единственный Серьезный Недостаток Этого дата слайда То что Честно говоря Мне кажется Инквизиция Сейчас просто стала Топ-1 команды В игре Ну ладно Мы не берем Байбратеров Потому что непонятно Пока да Как они там Играют с ними вместе Но Так как все остальное Сильно понерфили Пасов Понерфили Филгоров А инквизицию нет Блин Ну как будто Это слишком сильно Все еще Реально Ну бричер Это такая имба В инквизиции То есть вам Вообще не надо Ни о чем думать И если бы там Был минус один Оперативник То реально Можно было бы Заиграть И Сколько они там Они по-моему Могут 6 взять Изакшнс Кландерс Они же сейчас берут А, да, да Вот Нет, не 6 Я не уверен По-моему нет Все-таки По-моему там Всех по 5 А ветеран-гвардия И бричеров По 6 Да, то есть Вы могли бы брать Ветеран-гвардию Если бы вам Хотелось 12 активаций Либо если вы хотите Ну вот Какого-то Лучшей модели Вы берете бричеров Но почему бричеров Шайз вообще непонятно То есть Это реально Очень-очень-очень Тупо И поэтому Хотелось бы Конечно видеть этот нерв К сожалению Его нет И это наверное Самое плохое Что есть в этом Дата слейте Потому что Я этого сильно ждал Все-таки Инквизиция Может быть Очень-очень сложной Командой Для того Чтобы против нее играть Но Посмотрим Посмотрим на Результаты туриков И будем дальше Надеяться смотреть Остался у нас Последний слайд На котором Прям вот Мякот Мякот В третьем сезоне Потрогали только Одну команду Это скауты Давай начнем со скаутов Потом обсудим В целом Третий сезон Скаутов Сильнейши Нейши Бафнули Им дали Плюс одного Оперативника И это не все Напомню Что добавить модель Это самый сильный Баф Который вы можете Стать в команде Любой Абсолютно И им дали Оперативника Ну то есть Не сержант А другого То есть вы скорее всего Ворьера Просто еще одного Берете И помимо этого Хантеру и Ворьером Дали плюс одну Плюс один Дэмэдж На комбат Блейде И у них по сути Пвхи стали У Хантера еще и на Слиттл 3 плюс Это просто жесть То есть если об этом Если вдуматься в это То у вас теперь Очень-очень сильно И сбалансирована Команда В том смысле Что вы можете Набрать тот микс Сильнейших Дробовиков И сильнейших Комбат Блейдов Блин Это такой бред То есть Почему у скаутов Комбат Блейд Круже чем у Ривера Тут есть информация вообще Потому что они Новее Видишь Вышли недавно Новый пластик И больнее бьет Я понял Реально Пластик Ну типа новая технология Новая технология Ну реально Типа у Ривера 4-5 А у них Раньше было 3-5 И это было логично А сейчас он стал 4-6 И это странно Вот Но окей На самом деле Им нужен был нерф Это наверное Скауты Объективно говоря Нерф Нерф Бафф Скауты были наверное Одной из самых слабых команд В киллтиме И им нужен был сильный баф И этот баф реально сильный То есть плюс один опер Уже сам по себе Заставил бы меня Попробовать хотя бы На них поиграть А уж баф хантера И ворьеров С их Комбат Блейдами Сильно-сильно Тоже Многие Многу стату меняют То есть если раньше Вы вынуждены были искать крит Чтобы убивать Даже 7-мундовую модель Это важно То есть да У вас типа 3-5 На самом деле профиль Не очень без летала То теперь у вас 4-6 И это ну типа Железно убивает бомжа Железно убивает 8-мундовую модель Если повезет Даже можно 10-мундовую модель Убить с этой штукой А хантер так вообще Становится убийца Убийцей у которого Спокойно находит он В стату 3 или 4 крита Потому что он еще Реролл получает Так что блин Это хороший Хороший очень Баф Это очень хороший баф И я ванкую Билды скаутов Без хайлигандеров На ворьерах с ножами А против 8-мундовых команд Ой-ой-ой И про эльфов Мандрейков Или что-то подобного И еще в Мандрейков Очень хорошо Дробовики На пример Те же играют То есть мне кажется Можно вообще задуматься Чтобы дропнуть Хавигандер Потому что Хавигандер Так и не получили Комберсом себе И в итоге Сейчас все еще Хэви имеют И как будто бы Их сложно реализовать Против подобных команд Но 4-6 Ворьеры На 3-плюс Могут Жестко наказывать Да Какие-то мили команды 8-мундовую команду Возможно Стоит задуматься Чтобы играть Больше вообще бомжей Это правда Потому что они выглядят Просто как рост Атты Они выглядят очень сильно Да Мне кажется Это в чем-то плохо Потому что ты как бы Ты очень сильно Мотивируешь игрока Перестать брать Спецов Потому что например Думаю что теперь Например трекера Вообще ты никогда Не будешь брать Нафига тебе трекер С болтганом И кулаками Если ты можешь взять Просто убийцу Убивателя С болтпистолетом И 4-6 Пиломечом Блин Да Ну я согласен Абсолютно То есть мне кажется Что это не так интересно То есть Если бы им еще И камберсом Конечно дали На хавиганера Было бы вообще Жесть Но это было бы справедливо Ну короче Мне кажется что Все бежим за второй коробкой Скаутов Чтобы собирать 10 бомжей себе Да У вас будет Сержант Ну хантера Снайпера Вы скорее всего берете Просто снайпер Ну хороший реально чел И у вас получается Вы можете реально Водить Пул бомжей А хавиганеров Можете не брать И трекера Можете не брать У вас просто типа Сержант Снайпер Хантер И 7 бомжей Это жесть Ну это мне кажется Будет В том числе Наверное будет Самая сильная сборка Которую вы можете Сделать тебе просто Но нас скучно Потому что Да у вас типа Ладно Клинки хены Мы до них дойдем Но типа там тоже Вроде бы нет спецов Но у вас есть техники У вас есть разные виды Оперов И там очень много Всякого прикола На самом деле То есть каждая модель Все равно чувствуется Очень уникальный Здесь же Блин Просто типа 7 бомжей Как будто Баф крутой Но блин Он как будто Искусственно снижает Интересность команды И это наверное Единственный минус Который есть в этом бафе Ну не знаю То есть мне кажется Что интерес будет В том как бы Как ты сетапишь Свои мины Всякие штуки В том куда ты тратишь Как будто вот это вот Такая замена Скажем так Аспектным тактикам То есть всякие мины И прочее И мне кажется Что интересно Например ты должен думать Например сколько я хочу Друбевков сколько я хочу Ножейных мерзать Потому что и то И то очень хорошо выглядит сейчас И учитывая что у тебя Очень много оперативников Ты можешь миксовать И мы будем задумываться Там какой микс лучше Из этого А может быть Хавиганер сейчас нужен Может не нужен Короче мне кажется Что вот сейчас конкретно Ну короче Тим Билдинг Скажем так Да сейчас Ну короче Стал развит здесь Потому что Можно реально не иронично Сидеть и прям думать И какие-то разные Свои мики Собирать на каждую игру И просто Ну короче По вот Голым статам Скауты Супер страшно вылип Потому что Десять моделей В десяти вундах В четвертом сейве У которых Очень стабильные профили На самом деле На дробовиках Просто жесткие стабильные И ножи тоже Есть у них какие-то героллы Я не помню У них есть У них за два Эквипмент-поинта Есть баланс на нож На командблейд именно Ну это жесть То есть вы берете Пять балансов На ножи Остальным вы даете Дробовики И все Берете сержанты Ну и снайперы Да И хантер Ну то есть у вас Супер фронтлайн Бешеный вообще Ну так-то у вас Болт пистолета Тоже на тройке Нормальный с рероллом Который вы получаете Это нормально Это история Да То есть Ну короче В пятый сейф Это можно убивать Спокойно Да Йооо Там реально Ну ладно Мне наверное краку Это все равно надо брать Да Ну Против каких-нибудь Мандрейков Может и не надо Краку брать Они там смог накину Так вон в лес стоят И как будто бы Ну короче Крак они такая сильная Против мне кажется Мандрейков Можно реально Уводить просто всех Ну к бомжей Просто с балансом Просто убивать Да Из приколов У вас еще и смог Гранаты есть То есть вы спокойно Можете собраться В фулмиль билд Безопасно расстаются На первый ход В смоках И просто на второй ход Ну типа А что с вами делать Вы просто подумаетесь В то что Орки с чопами Были сложными Да Ну типа Справляться В хтх У которых просто 4-5 без приколов Тут 4-6 с балансом будет И еще у этого чела И болтер на 3 плюс Влютый в него И четвертый сейф Да Сейф лучше Звучит Блин звучит прям сладко Да Прям реально сладко звучит Интересно Ну мы еще не говорим Про скаутинг опса Которую они вначале Все вот эти штуки делают Да 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 Ну короче Да Выглядит прикольно Мне даже захотелось Посмотреть на самом деле Потыкать Ой На второй ход Ты нажимаешь Blade Ambush И ты получаешь Помимо Balanced Это еще рерол Одних значений А если в не рейде модель Ты еще рендинг получаешь На шестерку Которую ты На крите Это просто Ну это очень И чисто фобос Отлетает с двух критов В стату Да То есть у тебя получается Там в воле Типа 7 кубов Со всеми реролами Ты там крит находишь Второй ставишь за рендинг И все Типа Бомж убил фобоса Да Да Короче Мне кажется Стоит присмотреться То есть Вот короче Вот о чем я говорил Что вот такие бафы Мне кажется Много лучше Вот просто Ну короче Четыре строчки Но буквально Команда ожила И прям кажется Что она сильная Мне кажется Что вот не стоит Я извиняюсь за слова Выдрачивать Короче год Вот эти бафы На целую страницу Вот мы тут добавим Короче И рерол Ты блесся Не будешь шлесаться Да Вот рерол Если ты Вот в этой четверти Стола Стоишь И по неактивированным Моделям В стрельбу Только двое Краб Дальше 5 дюймов Да Да Короче Да Это супер Мне кажется Отличный Короче Баф Вообще класс Я задумал Наверное Единственный минус Который сейчас есть У команды Что с таким сетапом Ты хочешь играть Second Destroy Прям очень хочешь играть Когда у тебя все КТХшники офигенные Со суперстабильными Чопами Ты хочешь играть Second Destroy У них Infiltration и Recon Ну поэтому придется Наверное Играть Implant Кнезд Инфильтра заиграет По-настоящему Ну нет Мне кажется Такой кон Он конечно Хуже чем Second Destroy 100% Но мне кажется Его можно разыграть Так чтобы Ну короче Играть его агрессивно Как на Корсарах То есть давишь фланг И параллельно Там что-то скорешь То есть например Ты явно Очень хорошо выживаешь То есть ты можешь Двить там Не знаю Короче Просто делать там Да да Search for Легчаешь Да 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 То есть я думаю Что можно Recon Играть агрессивно Это не так хорошо Как Second Destroy Но короче Я думаю Что Ну в общем Команда Забралась Куда-то Близко к А Возможно Пока сложно говорить Но выглядит сильно И очень интересно Ну да блин Это вот Это ролл статы просто То есть если посчитать Типа у вас 113 вунд Это уже пипец Просто вот эта цифра На самом деле Она значительная То есть Очень мало команд Близко к вам Подбираются По вундам Я уже не говорю про то Что То есть у вас Больше вундов Чем у козлов Например Но при этом у вас Ладно у вас в Фрэнзе нет Все заткнулся Да Все ну ладно Про скотов мы уже наговорили Будет очень интересно Их попробовать Надеюсь получится Погадать их тоже Где-нибудь на стриме у нас Давай поговорим Про грустное Грустное это то Что не потрогали Больше ничего Из третьего сезона Не потрогали Не потрогали Не нерфнули Мандрейков Не нерфнули Ну ладно Мандрейков Наверное Могли нерфнуть Все таки Время прошло Брудбрадеров Не могли нерфнуть Они буквально Пару недель назад Да Зарелизились Но могли бафнуть Клинков Кхейна Мне кажется Там нужно было Вот это вот Реально две строки добавить Просто типа Вернуть Бэланс Дарр Авенджером Вот одна строка Вот это просто Сделать И все Вот реально Бэланс Дарр Авенджером верните Блин Вот реально Это Мне кажется Такая простая вещь Что можно было ее сделать Даже если прям то что Хотя нет Ну скаутов Бафнули То есть время нормально Сота есть Видимо они реально думают Что клинкам не нужен баф Да Если вышли скауты Значит что Ну как бы они обдумывали клинков И кто-то сказал Что Ну кто-то сказал Не надо бафать Ну потому что они явно обдумывали Раз они выпустили этот баф Кто сказал Ими мне на стол Чтобы имя было на столе У меня к вечеру Да Ну короче Я согласен То есть как будто бы Клинки не слабая команда Да Но теперь скауты сильнее клинков После этого бафа И теперь Может быть Клинков Может стоило чуть-чуть тронуть Ну короче Клинки просто Они как будто бы Вот Нужно выстрадовать Прямо И прямо Супер потеть И прямо Надеяться Что ты не обоскроешься на кубах Потому что у тебя небольшой Волей им кубов На самом деле Как будто на клинках Вот И чуть-чуть вот не хватало Действительно просто там баланс Ну король Балансе дать Либо дать Ну король Второй баллистик На пистолетом экзарх Потому что это просто нелогично У вас экзархи Это буквально Я не знаю Как капитаны спейсмаринов На 3 плюс стреляют Со своих шерекян пистолетов Просто как обычный корсар Бомж Который вот с помойки вышел И ему шерекянку вручили Он так же стреляет Как экзарх Ну Это конечно Короче странно Не знаю То есть это явно Не делало команду поломанной Что все бы ныли Вот клинки Короче понятно Как играешь Поломка Короче Все такое Это странно В общем не понимаю В общем у них было 15 минут на дата слейд Видимо И вот что они успели сделать Такие ощущения Я думаю что они Типа сегодня с утра Его сделали просто Ну потому что Количество мемов В чате В телеграме Было просто слишком большое Они начали читать Все пасты И поняли что вариантов нет Сегодня верняк Должен быть дата слейд Ну и быстро Что-то там докидали Раскидали Поэтому как бы Немного Вот Но на самом деле У меня есть идея Возможно это потому что Будет скоро просто новая редакция И там будет прям Ну что-то сильное изменение Какое-то Да И поэтому они Ну видно что как будто Не супер сильно По сравнению с предыдущими Изменениями Тут как будто реально Ну насыпали мало Вот Но несмотря на это Все изменения крутые По сути все что мы хотели Произошло Кроме наверное трех вещей Дальнейшего нерфа Орков Это нерф инквизиции И это вот Потрогать немного Команды третьего сезона То есть это Нерфнуть мандреков И бафнуть клинков Но все остальное Затронуто мне кажется Прямо то что мы хотели И это здорово Да Да Я согласен Ну окей Крутов еще Не тронули Да А что за команда такая Крута Не знаю Я тоже не знаю Все то да Кто-нибудь видел Крутов вообще Знаете В игре Я не видел Это команда Глеба Ну Глеб на ней просто играет Собрался Глеба надо устраиваться В Глеб просто Потому что Не помнишь Как вообще играть Несильное Слабое Непонятно Жесть Вот Так что Мне кажется Что мета сильно поменяется Потому что С филгорами будет проще С пасами будет гораздо проще Мы возможно увидим Много гномов и скаутов Сто процентов Да Скаутов Будет наплыв Лично я Все я иду на скаутах На КПТС Да блин Не знаю Но интересно правда Это реально интересно Просто 10 пацанов Которым пофиг Вот так вот Это реально Ну звучит Звучит как прикольный геймплей Честно говоря То есть Обычно вы такие У вас нет бомжей Чтобы их Знаете Суицидить на точке У скаутов будет Блять 8 бомжей Которых можно будет На точке суицидить Да Да Минусы Кстати На самом деле Вот еще Я заинтересно добавлю Что мне например Нравится в кликах хейна Что ты Ну короче Весь твой майнлоуд Он происходит до игры Ну короче Ты биллаешь команду Да А потом ты играешь Просто такими Этим пешками Условно говоря То есть Они все одинаковые И это на самом деле Настолько приятнее играть То есть Ты реально не думаешь Блин Вот этот у меня оперативник Есть Который раз Там в 5 ходов Кидает свою птицу Ну короче Хочу ли я пожертвовать его Да без разницы Просто ставишь Короче Расставляешь Много быстрее Ты просто легче играешь У тебя больше времени Подумать Ну короче Об игре Да И насладиться Игра Скажем так Вот Это прикольно Тоже Блин Ну я реально не знаю Что делать Фобоса Например Роте скаутов Как будто Просто Матчап стал Из простого Невыиграемым Вообще Типа Это разница между 3-5 и 4-6 Просто И доп. оперативников Это огромная разница Как убивать 10 вунтов Вообще Есть информация Как какать Реально Жесть Ладно Таким получился Новый дата слейд Я наверное 8 в 10 поставлю ему Потому что Все таки Все изменения крутые Ничего тупого Не добавили И это На самом деле Уже очень давно ГВ Не добавляет Ничего плохого В дата слейд Это на самом деле Огромный плюс То есть Возможно Мы недовольны Количеством изменений И что что-то Не доделали Но то что делают Они делают Всегда в правильном направлении То есть Не бывает такого Что они Сильную команду Бафают Слабую команду Нерфают И это на самом деле Мне кажется За это можно Реально сказать им Спасибо большое Ну да Ну не считая Бладидов Бладидов Жестный Стир команды Ну нужен Ожидаемый был Нерф Ожидаемый Ожидаемый нерф Да Да я согласен Мне кажется Что они очень молодцы Действительно Но как будто бы Они недостаточно смелые То есть Мне кажется Что Раз-то месяц Ну точнее Раз-то месяц Достаточно часто То есть Отникает онлайн игра Где все пришли Ну короче в этот же день Они уже играют Играют куча игр Можно Ну короче Более смело Изменения делать Потому что все равно Ну короче Много игр Не наиграются За это время Делайте Ну как будто Ну в общем Можно делать смелее Изменения Потому что Чтобы мета Менялась Значительная Чтобы например Каждый человек Который Ну короче Жидалдата Стоит Например Что он пришел А в клуб На следующий день И насладился Какой-то новый Механик Новый игрой Для себя Например Не прям Все команды Менять конечно Но чтобы Больше команд Просто чтобы Мета Как бы она была Не то что Мы балансим Вокруг какого-то Вот эталона Баланса по центру А что мы просто Меняем Просто потому что Изменения Ну короче Двигают Игру вперед Как будто бы Да И То есть Это такое Классное чувство Потому что Я вот чувствую Типа вот Бафнули скаутов Сильно И я прям такой Думаю Блин Хочется поиграть В киллтим Даже если я Например Сам не играю За скаутов Но просто Возникает какая-то Новая мотивация Попробовать Это все новое Даже если этого Нового на самом деле Не много И поэтому Все вот эти Очень быстрые То что они Раз в 3 месяца Делают нам Правки Помимо новых команд Это супер классно Это супер круто Большой лайк Джеймсу Большой лайк Джеймсу Вот Ладно На этом наверное все Спасибо Саше Что был со мной Сегодня И поплакал Поплакал По поводу Отсутствия бафов Кейна Клинков Но я думаю Что ты все равно Какой-нибудь турнир Просто трахнешь На них жестко И все поймут Что мне нужен Никакой баф Блин Тогда я не хочу Так делать Увидимся в финале Увидимся в финале Да Все Всем хорошего вечера И играйте в Kill Team Смотрите за гачи лигой Реагайтесь на КПТС Осталось буквально 4 дня До начала его И будем играть Всем хорошего вечера Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok